В Одесском регионе более 30 тысяч ветеранов, 17 из которых участники боевых действий на востоке Украины. И многие из них нуждаются в постоянном жилье. В следующем году государство намерено вернуть им долг. В рамках рабочего визита в Одессу Юлия Лапутина, министр по делам ветеранов, встретилась с местными властями и рассказала им о проектах, которые будут реализовываться по всей стране. Один из них – это получение жилья. За счет того, что бюджет министерства на 2022 год составляет 6 миллиардов гривен, а не один, как в 2021 году, в течение года квартирами будут обеспечены почти все, кто состоит в очереди. 170 семей наших защитников уже этого года отримают жилье. Больше того, бюджетом государственным на следующий год принято решение выделить для Министерства справа ветеранов бюджет больше, чем 6 миллиардов гривен. Это беспрецедентный шаг, это первый в истории у нас в Украине такое происходит. И 5,5 миллиардов гривен будет выделено именно для того, чтобы обеспечить жилье наших защитников. Это почти вся черга. Кроме того, во время встречи ветераны обратили внимание министра на слишком высокие тарифы на газ и электроэнергию. Поэтому попросили увеличить субсидию на коммунальные услуги. Сколько денежек сегодня выпадает на этого ветерана и какая там компенсация? После рабочего совещания Юлия Лапутина, первый заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Борис Волошенков и первый заместитель председателя облсовета Олег Радковский возложили цветы и почтили память погибших героев к памятному знаку на месте постройки мемориала Героям Небесной Сотни. Далее в насыщенном графике чиновницы посещение Одесского глазного госпиталя инвалидов войны. Далее отправляемся в Одесский областной госпиталь инвалидов и ветеранов войны, который находится на 15-й фонтана и сейчас в стадии активного ремонта. К слову, в министерстве обсуждают амбициозный проект – Центр медицинской реабилитации ветеранов. По словам Юлии Лапутина, подобные центры должны работать в каждом регионе. Сейчас идет активная нормативно-правовая подготовка для реализации этой инициативы. По словам чиновников, если ситуация с COVID-19 нормализируется, то есть вариант, что именно госпиталь на 15-й фонтана станет базой для центра реабилитации. Указы президента, который вышел в этом году, в 2023 году плануется создание таких центров реабилитации для ветеранов и военнослужащих в каждом областном центре. Это должен быть современный центр, современный установок, в котором будет дать широкий спектр послуг. И сейчас еще есть дискуссия, что будут новые заклады, что будет перебудова тех, которые уже существуют. И эти дискуссии сейчас еще обговорятся. Таким чином, в систему реабилитации будут закладены данные, которые были раньше, когда использовали, например, цельющие грязи одесских лиманей, которые традиционно используются уже более 100 лет. Но до этого будут добавлены также и новичные элементы, которые уже в всем мире. Пресотерапия, а тут против нас находится прекрасный корпус реабилитации санатория Горького. Поэтому, паня министр сказала, что локация подходит для того, чтобы тут можно было развернуть центр медической реабилитации ветеранов войны. Напомню, что Одесский областной госпиталь инвалидов и ветеранов войны объединили с Одесским глазным госпиталем инвалидов войны. Такое решение приняли на сессии областного совета. По-дальшому тут в их положение будет входить надание реабилитации, паліатив семьям загиблих, инвалидам, ветеранам, учасникам АТО. Плануется, мают пакеты реабилитации, которые подписаны с НССР, пакет паліативный подписанный, терапевтичный и амбулаторный. Сегодня тут идут ремонтные работы. Плануется до 26-го установить станцию полноценную, которая будет обеспечена на 104 точки централизованного кисню. Более того, в министерстве рассказали, что до конца этого года заработает единый реестр ветеранов войны для расширения сервисов для этой категории граждан. А в следующем году ожидается запуск электронного кабинета ветерана – онлайн-платформа, который облегчит решение многих проблем в жизни защитников Украины.